Коты и собаки такие милые и забавные. Они любят внимание человека и особенно отзывчивы к детям. Но даже домашние животные, если они имеют контакт с уличными, могут нести потенциальную угрозу заражения таким опасным заболеванием, как бешенство. А больное животное, вопреки принятому мнению, может не проявлять признаков агрессии. Чаще всего это собаки, причем достаточно часто домашние. Иногда это бродячие. На втором месте обращаемость с укусами или оцарапыванием к котам. Реже бывают другие животные. Это может быть мышь, крыса, белка, которую дети пытаются кормить в парках. Это может быть крупный рогатый скот, это может быть лошадь. Там у нас конные клубы есть, но редко бывает такой тоже вариант. Хочется еще раз напомнить родителям о правилах поведения с дикими бездомными животными. Ни в коем случае не нужно к ним приближаться, идти с ними на контакт. Нормальное дикое животное всегда сторонится человека. В случае же, если такой контакт произошел, обязательно обратиться в учреждение здравоохранения, в частности, в наш детский травмопункт. 40% людей, подвергшихся укусам бешеных животных, это дети в возрасте до 15 лет. Рану необходимо срочно промыть и как можно скорее сделать антирабическую вакцину. Это единственный способ предотвратить развитие заболевания и смерть. Нужно научить ребенка даже при малейших повреждениях, которые они получили от животного, информировать своих родителей, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью. Нежелательно подбирать на даче, в лесу, на улице животных. Но если уж все-таки вы решили завести себе питомца, спасти животное, нужно найти время в кратчайшие сроки обратиться в ветеринарную службу, чтобы провести этому животному вакцинацию против бешенства. В последнее время наблюдается рост случаев травмирования детей животными. Если в 2021 году в Брестскую детскую областную больницу обратилось 194 ребенка, то в прошлом году 226. А за три месяца текущего года зарегистрировано уже 42 таких случая. Если поведение домашнего питомца изменилось или стало известно о том, что он был укушен другим животным и тем более наступила смерть без видимых причин, необходимо обязательно обратиться в ветеринарную службу, чтобы исключить возможность заражения и обезопасить себя и близких.